Всем привет, с вами Ванок, и я снова решил поиграть в Gloria Victis. Как вы помните, в прошлый раз получился не очень удачный такой забег. Я то ли словил баг, то ли еще что-то, но мой персонаж с тех пор так остался уязвимым к вражеским одноуровневым противникам, то есть этого никуда не исчезла проблема, я уж еще не знаю почему, потому что на самом деле я посмотрел, вот создал нового персонажа, старый удалился, создал нового персонажа другой фракции, видите, у него в принципе экипировка с тем же, не знаю, это постфикс, в общем, что-то там втирать начало стражник. Так вот, видите, тут тоже написано destroyed, и, в общем-то, я так понимаю, что все-таки это не параметр, отвечающий за качество там какой-то предмет, потому что, еще раз скажу, тут есть у нас durability параметр, как раз вот он отвечает, насколько я уж хотя бы знаю английский язык, и, насколько я знаю, вообще принцип построения качества, не качества, а целостности, то есть их пригодности предметов в MMORPG играх, то вот именно этот параметр, он отвечает именно за то, что предмет у вас поломан или нет, что мне тут в ухо-то, рассказывай что-то. Так, надо, может быть, немножко звук убавить, ну ладно, потом как-нибудь сделаем. Сейчас я хочу, во-первых, сразу закупиться базовыми предметами, да, вот верно выбрал, здесь у меня хватит, так, забыл, а, у меня тут, швырюйте-то мне все, сейчас надо будет убавить, так, а-ха-ха-ха, так, а мне не хватит, чтобы купить топорик-кирку, нужно немножко попармить сначала, я сейчас говорю, я создал нового персонажа, поэтому немножко придется тут все заново поделать, а я хочу сразу ложку убавить, а-ха, вот это, наверное, то они уж громко мне совсем... Так, хочу... сохранить, а-ха-ха, то уж они больно мне в ухо кричат, уж не знаю, как это будет видео, видео-то я на самом деле как раз могу это убавить, а вот то, что они мне сейчас орут, и что-то они меня до сих пор как... Ну, тут еще настраивать и настраивать на самом деле игру, потому что, понятное дело, что баланс звука, это не то, что разработчики прямо здесь и сейчас сделают нам, и, конечно, еще много чего тут надо доделать. Вот видите, я как раз в совершенно противоположном городе начал, мы до этого в Дунфине, правда, вот не знаю почему, вот тут, видите, отображается Стоунхольм, ну, и там отображался как Стоунхольм, и тут, а может, что-то путаю, потому что, на самом деле, вот Марли и Дунфи называется, по крайней мере, если смотреть, верить карте города. Ну, а мы сейчас выйдем за пределы города, вот я создал такого персонажа, средней экипировки и немножко почему-то лагающего, ну, это, может быть, Север лагает. На самом деле, так, пинк вот, да, сейчас подскакивал, на самом деле, в общем-то, если продолжать мою прошлую тему насчет того, что стоит игра внимания, не стоит, тут у нас еще лисицы, ага, лисицы, я думаю, могут выносить не хуже других животинок, как помните, у меня там хорошо так, ага, у меня есть топор, и он экипиром. Так, дайте я быстренько гляну. Здрасте. Так, у меня даже щит есть, ой, это вообще классно, по-моему, меч, меч 17, 25, по-моему, меч бесполезная вещь, не знаю, зачем его еще выдают, давайте мы его уберем. Если что, я не помню, честно говоря. А, он, нет, стоп, он одноручный, что у меня сказки, так, что-то я совсем запутался, так. Так, ребята, вот, остался. Не знаю, поскольку я помню, раньше были проблемы к экипировке вот через быстрый слот одновременный и двуручного и одноручного оружия. Мы сейчас посмотрим, мы сейчас не будем с луком бегать, а пробуем вот эту лисичку, так сказать, растерзать. А вы можете смотреть на лоб. Но наносит она, на самом деле, не кисло, нам все равно. Сопосновимость наша. Здоровье. Так, мне подище попасть надо. Да, что-то какие-то... А, завалили мы ее, но достаточно тяжело. Смотрите, она сама почти чуть ли не вынесла, а это был первый уровень. То есть, да, это что-то игра. Глюч. Так, мне нужно включить режим боя, все. Да, играешь уж как-то себя больно агрессивно ведет. Я, конечно, понимаю, что, в общем-то, она и рассчитана сначала была на таких товарищей. Так, это кто у нас вообще на хардкорнах? Ну, уж как-то она совсем больно, злобно себя проявляет. Это, может быть, просто разработчики дисбаланс ввели, когда пытались что-то сделать в плане именно мобов и так далее. То есть, они рассчитали, что вот у них будет нормально себя чувствовать более-менее прокачавшиеся игроки, а о новичках, о молодняке попросту забыли. Ну, как бы, у меня других каких-то оправданий, ситуаций нет, потому что, ну, ну, серьезно. Как бы, играть сейчас, как вы видите, ну, очень сложно. И еще мне, конечно же, щит не наделся. Давай. Попаем. Хорошо, он так еще кряхтит. Так, надо будет потом лог глянуть, тебе самым интересно, потому что... Так, ну вот, мы покачались в уровне, еле-еле опять ее убили, шкурку получили. Меня сейчас бы больше золота интересовал. Так, где там у нас? Я хочу посмотреть лог. Ну, вот, смотрите, где мы там начинали ее бить. Что, он не хочет вверх тянуться? Он что, не сохраняется, что ли? О, сохранился, но как-то он странно себя чувствует. В общем, игру еще донастраивать или донастраивать, то что, вот, ерунда какая-то. Так. Кто у нас тут, где? Так. Это я путаюсь. Ну, в принципе, смотрите, вот, смотрите, мы наносим ей успеваем, дал дар где-то нанести. Они наносят один, но на 29. Это при том, что, в общем-то... Еще раз говорю, что этот первый уровень, как и с теми бандитами, они нас там, правда, совсем сильно разбивали, но, в общем-то, не показатель. Потому что раньше я их гораздо проще убивал. И, честно говоря, мне это все еще не нравится. Это надо как-то, видимо, будет пересилить себя, прокачаться через одно место. Ну и плюс, видите, с экипировкой проблемы. То есть это, чтобы быстро переключиться между, допустим, луком и топором, причем одеть, чтобы можно было ищить сразу. Это Хренушкик надо будет гемороиться. Ну, вот, в принципе, вот система, понятно. То есть, вот мы одеваем. Так, у нас, соответственно, нужно сразу две клавиши в бою прожимать. А в бою надо это делать все медленней. Соответственно, геморои у нас в два раза больше. Получается. Вот кто там стоит впереди. Это какие-то непонятные личности. Очень непонятные. Я их боюсь. Просто не знаю, что это за граждане. Просто у них не подсвечивается. Может быть, это игроки. Но у игроков обычно что-то присутствует. А, давайте вот этого попробуем убить, товарищи. Лук все-таки проще себя ведет за счет того, что давай-давай, щит, щит, топор. Все-таки, когда вы стреляете из лука, вы получаете преимущество за счет того, что вы какое-то определенное количество урона. Вот, отлично, я получил то, что хотел. Так, ну это... А, это самое дешевое, что мы можем получить. Самая мелкая валюта. Так вот, когда вы стреляете из лука, вы, в принципе, это логично, можете безнаказанно нанести определенное количество урона противнику. А, он пока до вас еще добежит. Вот, соответственно, на это у него идет время. Но, тут надо еще уметь целиться. Плюс, видите, в лисице очень сложно стрелять из лука. Мне хотелось тут еще всякие пофармить камушки. Для этого надо все-таки кирку взять. Вот там, я смотрю, да, как его сейчас вряд ли так добудем, нам скажут. Что, мол, товарищ, у тебя инструмента нет, да? Скорее всего. Поэтому я и хочу убивать людей. С людей падают монетки. А с лисиц падают шкуры. В принципе, шкуры можно продать нам сейчас. Так, шушу, я все забываю. Так, шкуры... Правда, тут не написано. А, ну это мертвая лисица. Ее надо еще освеживать. То есть, это тоже не быстрый процесс. Поэтому. Так, во, товарищ, привет. Я в тебя же попаду? Нет, не попал. Ходячий еще. Упреждение брать. Мало того, что надо брать горизонтально. Упреждение, так еще. Так, давай, давай. Не, ну в принципе, так-то и соговорить, что по-хорошему, то, конечно, хардкор, все такое. То есть, как бы, здрасте. Какой-то взялся. То есть, как бы, не так, как, знаете, в обычных, он в РПГ пришел, на лисичках прокачался. Тут придется, приходится, стараться, напрягаться. Но, все-таки, это не мой стиль, когда, как говорится, шоу прорвать приходится. Ну вот, как бы, игра, она есть игра, тут все-таки, немножко, как сказать, поднаторел в этом деле, а теперь могу немножко лучше себя показывать, успеваю переключаться, да, игра не так сильно лагает. Ну, конечно, у меня такой вопрос возникает. Я не заглядывал на форум, на самом деле, разработчиков, но сдается мне, что там, наверное, сколько там надо, наверное, два, хотя бы этих, кто-нибудь там, наверное, бронзовые, это какие-нибудь, совсем, ну, в общем, не важно, деревянные, мне нужно два бронзовых, а у меня пока что там деревянные падают. Так вот, я не знаю, честно говоря, как реагирует массовое сообщество, потому что, в принципе, игроков набрали, так, нет, я не хочу двух уровней убивать, у меня на уровне это гасит. Так вот, на самом деле, игроки, в общем, там собрались, по большей части, опытные, то есть те, кто заплатил деньги, задонатил, потому что игрушка пока что не массовая, и эти люди, конечно, в принципе, наверное, понимают, что они хотят от игры. Раньше я, кстати, за три выстрела косил. Сейчас, как видите, приходится с кожи, три выстрела не хватает. тем не менее, в принципе, ты мне еще лучше не хочешь давать? Или что? Ну, какое дело. Но, на самом деле, не стоит думать, что прям там все такие отцы, все разбираются. Да, вот есть, которые игроки более-менее понимают, что они хотят от игры, могут, так, что такое? Ничего. могут, в общем-то, более-менее нормально и в таких уровнях развиваться, но все-таки не то. Ну, ладно, тут что-то я все об одном, да об одном. Что вообще себя игра представляет? Я, как бы, не совсем успел, как нормально, рассказать вам в прошлые разы. На самом деле, игра представляет себе достаточно интересную боевку. Она хоть и лагает, но ее постоянно доводит до ума. Так, и поэтому можно сказать, что, в принципе, по-хорошему, заботчики придумали свою такую нишу. Ну, может, не придумали, но, по крайней мере, все, теперь боюсь, что у меня тут спина пойдет. Так вот, это, может быть, даже не придумали, но определенные у них есть в этом плане достижения, связанные тем, что пока что не так уж и много, если бы, я бы сказал, даже вообще нет проектов, которые бы хорошо подписывались бы в концепцию такую. То есть, у нас есть, ну что, Life at Fiddle, который все-таки не совсем то. О, грибочек какой-то я с ним получил, по-моему, он лечебный. Все-таки, это немножко другой жанр, немножко другой подход. Да, он здоровье устанавливает на нолик, положим. Что еще можно назвать вот с такого концепции подходящий. Так что, ну, прям сразу на ум мне ничего на самом деле такого не приходит. Я могу назвать массу проектов, которые не являются MMORPG. Вот, например, Rain of Kings, о котором я снимал не данное видео. Или, например, ну, те же War of the Roses. Что такое? Не понял. Люк, спасибо, товарищ. Спасибо, что ты появился неизвестно откуда и неизвестно, как меня убил. Ну, вот, это уже скорее из-за ряда багов, потому что, ну, это уж совсем нельзя как-то проконтролировать. Даже не понял, что случилось. Я думал, это тот на меня побежал и не прорисовался. Так вот, я могу назвать, на самом деле, массу проектов, которые не являются MMORPG со схожей концепцией. Тут, наверное, Ray of Kings очень так неплохо подходит, но, конечно, не брать отсчет, что здесь в данной игре нет строительства. Что еще? Ну, тут розы, кстати, еще можно вспомнить, наверное, Чивалри, но, правда, немножко другая концепция, но в целом что-то похожее. Именно в плане того, что как мы сражаемся, как у нас реализованы общий подход такой к боевке, ну, наверное, даже розы ближе всего к тому, что, в принципе, если говорить по-хорошему, то вот эта система, это именно в плане наносения ударов, я вот здесь не, сейчас, наверное, на всякий случай выбегу подальше, чтобы никого не задеть случайно. Так вот, в плане наношения ударов, то это все-таки игрушка, которая больше, наверное, скажем так, в сторону Mountain Blade тяготет. Ты же, смотрите, у нас тут есть различные замахи, в зависимости от того, с какой стороны мы, с какой стороны мы вводим курсор, а эта система, в общем-то, именно, так, я даже, теперь боюсь, у меня мало то, что тогда убили, то еще сейчас лагать начал, товарищи, ну дайте мне нормально прокачаться, я хочу себе киркуш, купить и топор, чтоб я мог банально, вот смотрите, вон, я ему наношу, да, вон, ну есть, но опять прибегает какой-то непонятный товарищ совершенно, начинает меня гасить, вот, что это такое, скажите, это баг, явно, и я зря на него повелся, охранники верстать тут не помогут, я вообще даже не вижу, кого я бью, куда я бью, что происходит, ребята, скажите, ладно, я не буду больше его атаковать, я понял, что это себе дороже, потому что это явный баг, почему в прошлый раз меня вообще прибежал король этих воров, он второго уровня, но он выносит меня, будь здоров, вы это видели, в общем, ерунда, баг на баге, в общем, понятно, ну вот, попробуем сейчас мы тогда этого загасить, тут какие-то подсолнуки, может их собрать можно, так вот, я так все прорываюсь, очень путанно, как на самом деле в моем стиле рассказывал, боевка здесь, в общем-то, достаточно неплохо продумана, о, это движет, ну слава богу, спасибо, товарищ, что ты хоть не заглючил, рано сказал, немножко заглючил все равно, эти тут еще промажут могут, конечно, тут еще надо сказать, что, это ел просто, ну, ребята, это уже не серьезно, совершенно, я понимаю, вот, он убил, что-то залагал, север, реально залагал, тут не во мне дело, не в игре, точнее, в игре, но, тут такой вопрос уже, непонятные баги, да ел просто, отстаньте, в адмия, как-то очень странно, спаунится, очень странно, вагон, ключ, в общем, может быть, окажется, не лучше времени игры выбрал, ничего не буду спорить, у меня тут еще ключи, все, лагает, вроде как, вот, нижняя пауточка, она, зелененькая, может быть, я просто не замечаю, что она меняется, в общем, не очень приятно, когда вот так происходит, но еще раз повторюсь, это альфа, и на самом деле, если так по-хорошему, говорю, сейчас я дойду, а тут меня опять болтают, по-хорошему, на самом деле, я могу сказать, что разработчики, они, ну, наверное, даже, можно сказать, совершили подвиг, открыв, точнее, сняв НТА, то есть, вы представляете, вот сейчас, что происходит, если, точнее, если сейчас, вот то, что происходит, это я, мягко говоря, не совсем доволен, ситуация, представляете, что будет, было, точнее, ну, буквально полгода назад, я вам скажу, был вообще страх, ужас, и, наверное, раза в два было хуже, все стояло дела, с оптимизацией, с настройками, с быстродействием, с лагами, с всякими мобами, то есть, творилась вообще, совершенно непонятная ситуация, и сейчас, ну, это достаточно, достаточно большая работа была произведена, торговец, скажи мне, ты, ты то, о ком я думаю, да, ты то, о ком я думаю, я хочу себе купить, так, ага, а, у меня же топор есть, мне нужна только кирка, что я туплю, я же могу, выбить, добывать, дерево, меч, мы вообще продадим, так, вроде, как, вот, тест на кирка, кстати, по-моему, даже, дмс 6.0, а, нет, кирка, что-то, кстати, слабая совсем стала, я вот, может быть, и на этом нагрелся, что и кирку стал брать, как оружие, а она когда-то достаточно много руд наносила, сейчас, наоборот, слабенько, так, ну, я что-то, раз я так это, совершенно случайно вспомнил, что у меня тут можно, можно, так сказать, топором базовым, он же, да, вот катар, он должен дерево рубить, то можно, немножко, ресурсы нафармить, пойти, потому что я сколько тут записываю, 20 минут, можно чуть-чуть еще показать, рассказать, ну, пока что на самом деле, но что я буду вам показывать, вы скажите мне, тут надо долго прокачиваться, я часть прокачки, как вы заметили, про, ю-йокл, можно так сказать, потому что, вот, копает, потому что ударил персонажа, там, в принципе, не так уж и много было, но что-то было, а до этого там, что это, до этих персонажей, они просто были вайп, вот это, что там с одним, там много, на самом деле, патчей было, которые, когда выходили, требовали вайпа, вот тут достаточно, кстати, долго этот лимонит, добирает, добирает, но зато, полезная вещь, в общем, на самом деле, как можно поступить, можно по-хорошему, вот так побегать, особо не ввязываясь, сражения, может быть, что-то напармить на хороший меч, к себе, скрафтить, так, выносить оппонентов, потому что, в принципе, ну, на самом деле, у меня такая же плохая, пробка здесь, по-моему, даже лучше, чем тот персонаж, я, по-моему, того выбрал, совсем простенькую, ну, совсем легкую, а тут, хоть что-то, вот, дерево, дерево, полезно, кстати, хорошо, что тут, лук, можно пользоваться без стрел, то есть, ну, то есть, вы поняли меня, видите, тут не нужно крафтить стрелы, сначала ходить, например, как в каком-нибудь скореме, чтобы стрелять из лука, тут все проще, так, что я еще могу сделать, я вот там, помню, что-то, по-моему, ресурсики тоже были, или, мне кажется, что тут есть, но еще хорошо, что, конечно, это, лук не выпадает, в массовом порядке, с персонажем по смерти, тогда вообще, наверное, было бы, страх ужас, а тут еще такое интересное, по-моему, наверное, кто-то, ну, просто красненький, вот, ображу, я, честно говоря, ай, 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 еще упал, упал, тут какой-то пак очередной, ничего, о, отлично, заодно, кто там стоит такой, веселый, может быть, мы сможем, вот, есть один и безнаказанного, бить, ну, как, относительно безнаказанного, кстати, я тут, не помню, по-моему, не показывал, или рассказывал, в прошлом видео, тут, на, у того, у той столицы, у того города, в которой я в прошлый раз показывал, там рядом есть достаточно интересное место, где, костер, костер очень быстро восстанавливает здоровье игрока, то есть, можно, в принципе, к нему кайтик противников, и, их убивать, практически безнаказанного, кстати, надо было этим воспользоваться, может быть, так было бы проще даже прокачаться, так, все-таки подлагивает, и без этого, так, что, кто у нас там стоит, ой, нет, третий, пизант, хоть, хоть он и пизант, но он третий уровень, и я вообще теперь боюсь связываться с высокоуровневыми противниками, они меня уж больно сильно накернивают, а вот тут ресурс был, так, давайте пробуем, этого пока не трогать, ну, что ты мне рассказываешь сказки, вот, у меня есть нужный предмет, то есть, добывать эрудуты, не отказываешься, сулка в руках, а вот, чтобы деревья порыбить, тебе нужно обязательно, взять, да, ну, опять же, не доработки, не доработки, на самом деле, я хочу сказать, что, я уж так пытаюсь, несколько раз уже сказать, об этом, что, в общем-то, не стоит думать, что так уж все плохо, я и в прошлый раз это говорил, что, смотрите, я все равно сейчас играю, как бы, пускай, да, есть неприятный момент, но я не плююсь, есть свои достоинства, вот такой игры, все-таки, непонятно, почему тут красная точка, главным образом, на счет того, что здесь, мир все-таки, более-менее свободный, пускай мы его не так массово, пока что, можем увидеть, но он есть, его можно исследовать, как только я прокачаюсь, все-таки постараюсь, этим заняться, потому что, на самом деле, было, мне кажется, очень интересно, побегать просто по карте, показать вам, что разработчики успели сделать, но для этого нужно все-таки дойти, с прокачкой, просто я, почему он снял вот это видео, ну, не сразу, кажется, на следующем, пошло определенное время, но не стал тянуть, потому что, все-таки, хочется мне немножко игру реабилитировать, потому что, вот видите, в принципе, и с таким балансом жить можно, я так думаю, что сейчас я одному стрельну, они оба, да, за мной побегут, а тут со спаунница, может, товарищи, и мы вас знаем, а, давайте, рискнем, я, второго же уровня, теперь, ну, что, рискнем, ну, конечно, довольно живо, живо у меня уроновалось, я, короче, сейчас умру, да, вот как раз я умер, все-таки нет, все-таки не то что-то, да, я, конечно, с двух спорил, это не изгуд, в любой игре, когда вы много на себя мобов берете, это плохо, ну, как-то уж совсем плохо, вот я даже смотрю, я лог, смотрите, я ему наношу 18, 15, 20, 15, он мне носит, 31, даже 30, не 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, то есть, как и обычный моб, ну, в общем, ладно, я еще раз говорю, что я на этом деле, конечно, зациклился сильно, но, с другой стороны, как бы тянет в игру играть, сейчас хочется все-таки, знаете, так, это как раз, наверное, пресловутый эффект харккорности, когда вы, принесомогая все сложности, так, все-таки пытаетесь что-то сделать, пытаетесь, так сказать, вопреки всему играть, вот я, наверное, так сейчас, наверное, и поступаю, наверное, сейчас нам, наверное, конституцию будет вкачать, может быть, хотя, не знаю, поможет, не поможет, нам конституция, это самое пресловутый, я хочу все-таки попробовать из лука этого, отомстить, этому второму уровню противнику, сначала мы залутаем того, товарища, скажешь, никто раньше это не сделает нас, пробуем его как-нибудь сейчас развести, так, я не туда побежал, нам вот сюда надо, и, наверное, все-таки на этом закончим видео, как бы, вот я вам второй город зато показал, показал вам, что, показал вам, ну, как начинать развиваться, то есть, вот мы что купили, сейчас к хирку можем все добывать, всякие эти лимониты, лимоны, и будем, в общем-то, наверное, дальше я буду точнее, один развиваться, попытаюсь все-таки прокачаться до такого уровня, чтобы можно было более-менее, показать вам нормально, адекватную игру, потому что, все-таки, мне кажется, что-то я делаю не так, а труп что исчез, и я куда-то не туда бегу, выжил, он был, нет, он, я на дороге умер, вот, тут он где-то был, или он так быстро исчезает, труп, я хотел его полутать, с него целых 20 деревянных падает, да, ну вот, мы сейчас все-таки попробуем этого подлагивающего короля воров, кстати, слуг, видите, все-таки, какой-то хитрый товарищ, давай, 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 епросто, шо ж, где, откуда он второй взялся, ну вот, откуда он не перерисовывался, не было его там, то вы мне врете, откровенно, а вот я такой хитрый, да, есть, смотрите, так, нюшка, читер, ты просто, отойди от меня, шо ж вы все так агритесь-то, во, я что, сажрал, уйдите от меня, ждите, я вам полутаю этого, товарищ, есть, это было просто на грани пола, и тот, скорее всего, уже пропал, да, сейчас мне так говорит об этом, потому что, трупы тут, ну, очень быстро пропадают, да, походу, не судьба мне полутать, давайте хотя бы я этому отомщу, такой, толку собрал целую, ага, товарищ, а ты что, не хочешь дальше бежать, не беги, ладно, так сказать, раз они к нам так относятся, варварски, то и мы будем пользоваться их, ними, их, недостатками, да, труп пропадает, практически моментально, не серьезно, ребята, не серьезно, ну, в общем, все-таки, да, ждать, исправления багов, ждать, когда доведут баланс до ума, я ни в коем случае сейчас не хочу сказать, что вот, пушка, масс-хэв для покупки, ни в коем случае, вы прекрасно сами все видите, что багов уйма, уйма недостатков, уйма проблем, ключи, клиенты, игра, но в перспективе, еще раз говорю, есть масса возможностей, масса интересных вещей, интересных пвп, как только все-таки, двинул до ума, с тем попаданием, с тем вот этого, отрисовки противников, когда мы сможем, наконец-то, взглянуть, не без слез, на передвижение, на анимацию, тогда, я думаю, что игрушка заиграет, новыми красками, что мы тогда увидим проект, который, в принципе, наверное, ну, пускай не идеальный будет, пускай, да, все-таки, я не думаю, что его смогут отшлифовать, до уровня, так какого-нибудь, ворфа фаркрафта, уж слишком много сил, было вложено, компанией Близзард, несравнимая, с возможностями, с маленькой, компанией, которой занимается, Gloria Victis, но, тем не менее, как бы, ну, видите, вот, есть игрушка, игрушка работает, и все такое, ну, а с вами был Ванок, спасибо за просмотр данного видео, и всем удачи!